Мисс Ворлд Раша Бьюти Самара это по сути три конкурса в одном. Мини-мисс, мисс соответственно и месяц. В этом году у нас 28 участниц, младший 5 лет, старший 29. Между прочим, три конкурсантки являются мамами. Конкурс включает в себя классические элементы дефиле в коктейльных, вечерних платьях и купальниках. Первый образ у меня такой будет, такая девочка-припевочка. Вечернее, соответственно, платье, ты элегантная. 23 года, рост метр 77. Творческий, разносторонний человек, с детства занимается танцами. Конкурсантка в категории миссис. Ольга Быстрякова из Кенеля воспитывает трехлетнего сына и мечтает посетить Лондон. Именно рождение ребенка вдохновило шагнуть в мир большой красоты. После рождения ребенка только началась настоящая интересная жизнь. Да, я решила пойти в модельное агентство, я решила поучаствовать в этом конкурсе. В общем, очень много всего интересного начинается после рождения ребенка. И, конечно же, смотреть, как взрослеет твой сын, как он развивается, растет, это что может быть интереснее. Особенность конкурса «Мисс Воркл Раша Бьюти Самара» – блок творческих номеров, в котором участницы демонстрируют таланты. Танец кошечки, у меня еще один есть костюм, мне будут танец кошечки показывать. Организатор «Воркл Раша Бьюти» в Самаре Анастасия Прудникова. Она сама победительница международного этапа конкурса и постаралась подарить самарскому зрителю незабываемое шоу высокого уровня. Красота и талант участниц поставил жюри перед сложным выбором, но сделать его пришлось. В категории «Мини-мисс» гран-при получила шестилетняя Вика Мельникова. Преподаватель восточных танцев Екатерина Шакланова стала «Мисс». Среди замужних конкурсантов победу одержала Мария Бекишева. Они отправятся на всероссийский этап конкурса, который пройдет в Москве с 27 по 29 марта.